В Казахстане полдень о главных 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 О том, что задержки авиарейсов превратились из проблемы в тенденцию, говорят и цифры. С начала года больше 12 тысяч рейсов не смогли вовремя вылететь или приземлиться. Их почти 70% случаев по вине самих авиакомпаний. По закону, если время ожидания рейса превысит 4 часа, то авиакомпания обязана обеспечить пассажиров горячим питанием, а если больше 5 часов, то гостиницей. Однако, по словам фенатора Андрея Лукина, многие участники казахстанского авиарынка систематически нарушают эти требования. Казахстанцы часто жалуются на массовые задержки рейса в аэропортах страны за последние несколько месяцев. В частности, в 9 августа авиакомпания Flyeristan была подвергнута штрафу на 3 миллиона тенге за нарушение обязательств по предоставлению услуг при задержке рейса, включая размещение пассажиров в гостинице. 12 августа рейс КС-860 Октау Алматы был задержан более чем на 13 часов, но авиакомпания не предложила альтернативных решений легостичного размещения. А в качестве компенсации Рассана выдала пассажирам ваучер на 2000 тенге, что вызвало недовольство. На сегодняшний день данная проблема является актуальной и продолжающейся. Тем временем в Комитете по защите прав потребители отмечают, что в закон могут внести поправки. Например, уберут определенные привилегии, которыми были наделены авиаперевозчики. В 2018 году были внесены изменения в пользу авиаперевозчиков. То есть, например, если пассажир, потребитель услуг авиаперевозок по каким-то причинам, скажем так, субъективным причинам, но, наверное, они связаны с какими-то его личными моментами жизни, ну, заболел или там какие-то, у него какие-то мероприятия на этот день запланированы стали, и он не может вылететь в определенный день, на который он купил билет, то есть вступил в договорные отношения с авиаперевозчиком, он отказывается от услуг авиаперевозки, то все услугодатели, другие, в том числе, например, услуга ЖД-перевозчиков, да, они могут взыскать неустойку не более 30%. А вот в 2018 году для перевозчиков делали исключение, они могут взыскать неустойку вплоть до 100%. Да, ну вот эту норму при обсуждении, когда законопроект разрабатывался, общественное объединение сказали и сделали предложение, что оно несправедливое, и попросили эту норму исключить. Среди основных причин задержек сенатор озвучил систематическую неисправность бортов и недостатки в работе аэропортов. В профильном ведомстве говорят, что для решения проблемы одной закупки новых бортов недостаточно. Важно открывать и новые воздушные гавани. Так, например, в ближайшие годы аэропорты построят в курортных зонах Катон-Харагай, Зайсан и Кендерля. Строительство аэропортов и увеличение количества бортов, они должны идти, это совместная работа. То есть самолет, он же должен где-то останавливаться, он должен где-то обслуживаться, он должен где-то стоять. К примеру, сейчас у нас на территории страны, у наших авиакомпаний есть 101 борт. Каждый год нашими авиакомпаниями проводится такая работа, они закупают порядка 10-15 новых самолетов. Надо понимать, что ни один борт, он не зарабатывает, когда он стоит на земле. И вот, допустим, да, было у нас летом, если помните, в августе были ситуации, когда у нас пошел каскадный эффект. Допустим, когда один борт повредился градом, или, допустим, один борт где-то задержался, это влияет на оставшиеся борты. Конечно, чем больше бортов, тем лучше где-то, потому что вы можете оперативно его заменить. Но в то же время, когда их очень много, это тоже неправильно, потому что борт не зарабатывает стоя. То есть, необходимо соблюдать баланс. Тем временем, сенаторы предлагают внедрить программу обязательного страхования для авиакомпаний. По задумке, в таком случае, они должны будут выплатить компенсацию пассажирам в случае задержек. Тогда, говорят, авиаперевозчик будет нести прямую финансовую ответственность за каждый отложенный рейс. Эту тему хотим обсудить с экспертом. По зуму к нам подключается руководитель управления авиационных перевозок Махабад Куплева. Добрый день. Добрый день. Вот вы посмотрели сюжет. Как считаете, целесообразно ли введение рейтинга пунктуальности, о котором говорит депутат? Есть ли такая практика в мире? И если все-таки введут, что это даст? В первую очередь, я хотела бы отметить, что задержки рейсов могут происходить по различным объективным причинам в целях создания условий безопасности полета, в первую очередь для пассажиров. Комитет гражданской авиации на ежемесячной основе ведет рейтинг по пунктуальности выполнения рейсов. К примеру, за январь-сентябрь текущего года наилучший показатель пунктуальности рейсов показала авиакомпания «Южное небо», это 94%. Далее авиакомпания «Растена» и авиакомпания «Казахэр» по 74% и авиакомпания «СКАД» 72% регулярности выполнения рейсов. Что касается введения рейтинга пунктуальности рейсов, да, есть такой мировой опыт, что в странах Евросоюза, в странах США публикуются регулярные отчеты, что, несомненно, полезно для пассажиров, очень информативно и определенным образом мотивирует авиакомпании принимать меры для увеличения именно своей операционной эффективности. А в целом мы, как уполномоченный орган, статистику ведем. В настоящее время как раз-таки поднимается вопрос о публикации данных отчетов для наших пассажиров. То есть вот сейчас рейтинг он все-таки есть, но он неофициальный, видимо? Это наша, как сказать, ежедневная работа. То есть эти рейтинги у нас проводятся, работа по статистике за неделю, за день, за месяц, сколько было задержано рейсов, по каким причинам. Единственное, сейчас мы готовы эту информацию публиковать уже для пассажиров в более удобном формате. Теперь давайте про задержки. 12 тысяч рейсов задержали с начала года. С чем были связаны они и всегда ли причины объективны? Ну, как я и говорила ранее, что задержки рейсов являются неотъемлемой частью авиационных перевозок, в которых задействованы не только авиакомпании, так же и аэропорты, так же и иностранные авиационные власти, службы организации воздушного движения. Действительно, в текущем году, особенно в летний период, наблюдая большое количество длительных задержек, отмечу особенно главные факторы, которые повлияли на пунктуальность выполнения рейсов в текущем году. В первую очередь, как вы знаете, лето является периодом повышенного спроса, люди выезжают в путешествия, повышается пассажиропоток, как правило. Если зимний период выполняется порядка 30-35 тысяч рейсов, то показатель количества рейсов в летний период увеличивается практически вдвое. Поэтому есть определенные моменты того, что в связи с проведением ремонтных работ в текущем году в крупных узловых аэропортах страны, это Астана, Алматы, Ахтубе, Хазларда, Жескатган, Валхаш, то есть учитывая, что совпало так, что пиковый период и проводимые ремонтные работы повлияли на пунктуальность выполнения рейса. Махаббат, послушайте, вот героиня нашего сюжета несколько суток наблюдала, как самолеты других авиакомпаний благополучно приземляются и улетают. И наплыв туриста все-таки не может считаться, на мой взгляд, объективной причиной. Это скорее тогда неправильное планирование? Это тоже, да, конечно, стоит отметить. Вопрос коммерческого планирования авиакомпаний. Но я хотела бы отметить, что не только авиакомпании. Во-первых, авиакомпании не заинтересованы в задержках рейсов. Получилось так, что в текущем году в крупнейших аэропортах, как я отметила ранее, проводились ремонтные работы. То есть авиакомпании сталкивались с тем, что в текущем году аэропорты... То есть не хватало техники, не хватало именно персонала. Поэтому все эти факторы привели к тому, что регулярность именно летом стала немного хуже. Поэтому наблюдались такие ситуации с длительными задержками рейсов. А вот скажите, одна из авиакомпаний наложили на нее штраф 3 миллиона. Но для этой авиакомпании, ну и в целом для авиакомпании 3 миллиона, на мой взгляд, это очень незначительная сумма. Эти штрафы как-то будут присматриваться? На сегодняшний день предусмотрена административная ответственность именно за неисполнение авиакомпании обязательств при задержке рейсов. Максимальная сумма штрафа составляет 1 тысяча МРП. Это порядка 3,5 миллионов тенге. На сегодняшний день, согласно градации штрафов, это самый максимальный штраф для авиакомпаний. Но в любом случае, учитывая резонансы, учитывая длительные задержки и ситуации с тем, что авиакомпании где-то не оказывают надлежащим образом услуги, нами тоже поднимается вопрос не только об увеличении штрафа, но и также распространение этой административной ответственности на аэропорты и на первых руководителей авиакомпании. Махабад, скажите, а реально ли ввести обязательное страхование авиакомпании от таких форс-мажоров, чтобы не страдали пассажиры? В целом, я считаю, что введение страхования от задержки рейсов, это идея, которая теоретически возможна, однако на практике имеет очень множество нюансов и тонкостей. В целом, конечно, страхование такого рода могло бы помочь авиакомпаниям управлять своими финансами, рисками, связанными с задержками рейсов. Однако, как я и сказала ранее, необходимо учитывать все факторы, потому что задержки рейсов происходят не только по вине авиакомпании, но также и по форс-мажорным причинам, таким как неблагоподрядные погодные условия, либо еще какие-либо причины, которые не зависят от аэропорта и от авиакомпании. Поэтому в данном случае именно страхование необходимо рассмотреть с учетом всех нюансов. Хорошо, спасибо большое, Махабад, за то, что нашли время, ответили на наши вопросы. Напомню, по зуму к нам подключалась руководитель управления авиационных перевозок Махабад Куптлевого. Спасибо еще раз большое. Ну а казахстанские авиадиспетчеры обслужили больше 300 тысяч рейсов с начала года. Около 85 тысяч из них совершили отечественные компании, остальные – зарубежные перевозчики. 20 октября – Международный день авиадиспетчеров. От их работы ежедневно зависят жизни миллионов людей. Они регулируют движение самолетов в воздушном пространстве. Один из них – Мирбек Абдулин. Наша работа одновременно трудная и интересная. Случаются и форс-мажорные ситуации, хотя и весьма редко. Например, если пассажиру на борту стало плохо, то в таком случае нужно как можно скорее посадить самолет. Еще мы сталкиваемся с неисправностями самолетов. Если это происходит, мы тоже стараемся как можно скорее посадить его. У нас есть радары на земле и системы оповещения для отслеживания погоды. О неблагоприятных условиях мы всегда предупреждаем экипаж. Конечно, нам интересен опыт других стран. Плохая погода, загруженность аэропортов и экстренные ситуации – главные причины отмен или задержек в расписании вылетов по всему миру. Из-за проблем в регулировании воздушного пространства Европы, прошлый год стал одним из худших за последние 20 лет. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. Прошлый год стал одним из худших за последние 20 лет по задержкам авиарейсов в Европе. Согласно отчету Евроконтроля, более четверти рейсов опоздали по прибытию больше, чем на 15 минут от запланированного времени. Общее время задержек достигло 18 миллионов минут. Это почти 12,5 тысяч дней ожидания. Несмотря на технологические достижения, система воздушного пространства Европы остается крайне негибкой, считают в Ассоциации Airlines for Europe. В дальнейшем задержки, вероятно, сохранятся, так как пропускная способность не соответствует растущему объему трафика, особенно в летний период. Погода стала основной причиной задержек и отмен вылетов в США. В прошлом году было совершено больше 16 миллионов рейсов, а уровень отмен составил менее 1,5% от этой цифры. При этом, по данным Министерства транспорта, статистика улучшилась за последние 10 лет. Также в отчете говорится и про задержки. 70% рейсов вылетали позже из-за плохих погодных условий. Еще 20% из-за проблем с регулированием полетов. И 10% на остальные причины, таких как съезд взлетно-посадочной полосы, задержки персонала и прочее. Погода также является одной из главных причин отмены задержек вылетов в Азии. Например, в Японии тайфуны могут длиться по несколько дней и нарушать график перелетов. Тут же и перегруженность аэропортов. Но иногда задержки вызывают находки подозрительных объектов или старых бомб времен Второй мировой войны на взлетно-посадочных полосах. Такие ситуации требуют эвакуации и проверки территорий для обеспечения безопасности. Также в одном случае руководство аэропорта Титосе задержало все рейсы из-за пропажи ножниц в магазине. Тамерлан Ким, 24 Киезет. Теперь к другим темам. Пересмотреть механизмы финансирования медучреждений предложили в Казахстане. Существующая модель не в полной мере решает насущные проблемы отрасли, считает сенатор Галиаскар Сарыбаев. Говорит, несмотря на двукратный рост бюджета здравоохранения, средства используются неэффективно. В пример депутат привел ситуацию в Талтыкурганской городской многопрофильной больнице, кредиторская задолженность которой превысила миллиард тенге. А недофинансирование привело к тому, что там функционирует лишь 280 коек вместо 370. Это ограничивает плановую госпитализацию пациентов и увеличивает долю экстренных случаев почти до 90%. Необходимо разработать предложение по трансформации системы обязательного социального медицинского страхования с целью повышения ее эффективности. Кроме того, нужно решить вопросы финансовой устойчивости медицинских учреждений, включая пересмотр тарифов системы ОСМС и оплаты труда работников здравоохранения. Еще одно предложение сенаторов – включить призывников в льготную категорию и оплачивать им медстраховку за счет государства. Правда, только на время прохождения медкомиссии. Такую инициативу озвучил сенатор Амангель Данукманов. По его словам, многие из молодых людей не застрахованы в системе и в случае жалоб не смогут пройти полноценное обследование. Кроме того, на формирование команд по закону отводится всего три дня, а этого, по мнению депутата, недостаточно для выполнения всех необходимых медицинских процедур. Считаем необходимое создание областной единой призывной медицинской комиссии, что позволит значительно сократить затраты на многократные обследования и снизить нагрузку на местный бюджет. Также предлагаем в будущем прохождение призывниками медицинского осмотра в участковых поликлиниках по прописке с передачей итогового заключения в военкомат в порядке, установленном уполномоченным органом. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Ежегодно, 20 октября, отмечают Всемирный день борьбы с остеопорозом. Это заболевание, при котором снижается плотность и ухудшается качество костной ткани. Количество людей, страдающих этим недугом, в последние годы увеличилось как в Казахстане, так и во всем мире. По данным ВОЗ, остеопороз занимает четвертое место среди неинфекционных заболеваний. Врачи связывают это с истощением рациона питания у современных людей. Большинство казахстанцев испытывают дефицит потребления кальций, содержащих продуктов. Так, на долю одного ребенка приходится всего 30% отсуточной нормы потребления кальция. Прогрессирующая остеопороз в настоящее время нельзя вылечить никакими медикаментами. Поэтому во всемирной организации здравоохранения призывают медиков всех стран мира заниматься профилактикой этого заболевания. Ну и в цифрах в Казахстане от истощения костной ткани страдают больше 3 миллионов человек. Среди них 80% это женщины и только 20% мужчины. Хотим обсудить эту тему. К нам в гости мы пригласили врача-терапевта-ревматолога Айгуль Газизов. Айгуль, здравствуйте, спасибо большое, что пришли. Чем опасен остеопороз? Давайте объясним. Добрый день. Опасен он тем, что само заболевание не имеет никаких клинических проявлений. То есть пациент сам никогда не знает о том, что у него развился остеопороз. То есть никогда не придет на прием и не пожалуется. Вот этим он и опасен. То есть никаких признаков нет? А когда бить тревогу? Тревогу нужно бить в те моменты, когда, ну если мы говорим о женщинах, это период предменопаузы, во время постклимактерический период. И мужчины старше 65 лет. А почему в основном болеют женщины? Такой большой разрыв 80 на 20. Да, вот мы с вами обсуждали, что каждая третья женщина в период менопаузы страдает остеопорозом. Зачастую это всегда связано с гормональной функцией, снижением выработки эстрогенов, влияет на костную ткань. Костная ткань становится более рыхлой, более такой ломкой, и это приводит к остеопорозу. Сейчас все массово пьют коллаген. Это помогает? Невозможно сказать, что это прям помогает, но тоже влияет на структуру костной ткани. Массовое потребление, естественно, не всегда безопасно, поэтому это лучше делать после консультации со специалистом. Смотрите, вот что говорят в ВОЗ, что это занимает четвертое место, и большинство казахстанцев испытывают дефицит потребления кальция, содержащих продуктов. Я не знаю, насколько правдива эта статистика. Я абсолютно согласна. Это правда, что всего 30% от суточной нормы потребления кальция получают наши дети. Так и есть. Что делать? Почему так? Ну, смотрите, качество продуктов сейчас страдает, да, и в основном дети привержены более такой легко освояемой пищей, типа фастфуда и так далее, газированные напитки. Это все влияет на обмен кальция в кости и приводит к остеопорозу. А какие продукты нужны? Смотрите, самое элементарное, вот если просто говорить, да, самое большое содержание кальция у нас в кунжуте. То есть вы каждый день можете использовать кунжут при приготовке какой-то салата, да, предположим, или горячего блюда, и вы уже получаете суточную норму кальция. Об этом никто не знает и в своей, как бы, обычной жизни не использует, поэтому, ну, нужно знать, просвещаться, читать и, может быть, даже консультироваться со специалистом. А я не знаю детей, которые готовы употреблять кунжут. Да. Ну, нужно внедрить. Нужно заменить просто кальцием, то есть купить в аптеке, да, препараты. Ну, опять же, да, нужно для этого узнать уровень кальция, да, сначала, потому что передозировка витаминов тоже влияет не очень хорошо. Поэтому, мне кажется, все-таки, если поговорить со специалистом, определить, какой уровень, и профилактически назначить какой-то там препарат кальция, то, возможно, да, тоже как в виде замены, там, если дети не едят кальция, да, предположим. То есть у нас кто в группе риска? Это женщины? Это женщины. Это дети? И мужчины. И в меньшей степени, в гораздо меньшей степени мужчины? Гораздо меньшей, да. Это мужчины после 65 лет. Ну, смотрите, еще есть отдельная группа людей, у которых есть какие-то хронические заболевания свои, которые тоже влияют на уровень кальция в кости. Есть генетические заболевания, аутоиммунные заболевания. Плюс есть отдельная группа людей, которые принимают, например, всю жизнь гормоны, и это тоже влияет на развитие остеопороза. Ну, все-таки, может быть, есть какие-то первые звоночки. Как понять, что у меня там сочатки остеопороза, не знаю, если можно так сказать? Ну, такой вот прям какой-то отдельный, какого-то отдельного симптома или так далее, ничего такого нет. То есть, что мы должны сделать? Следить за своим здоровьем, следить за своим качеством жизни, то есть правильно, сбалансированно питаться, заниматься физическими нагрузками, отказаться от вредных привычек. И вы уже положите фундамент тому, что остеопороз у вас не разовьется. А если сдавать анализы, как часто это нужно делать? Это просто анализ крови, да, видимо, сдается? Определенного анализа для именно определения остеопороза такого рутинного нет. Нет. Я все-таки рекомендую консультироваться сначала с врачом, с эндокринологом или ревматологом. Это два специалиста, которые занимаются этой патологией. И затем уже решать. Так, давайте теперь уже напугаем наших зрителей. Самые страшные последствия симптома остеопороза? Самые страшные, ну, мы говорим всегда о переломке шейки бедра. Перелом шейки бедра – это самое грозное такое осложнение остеопороза. По летальности в первые годы получения травмы там 20-25%. То есть очень большое количество населения, которое страдает от этого. И это может привести к летальному исходу. То есть это тоже может быть. Поэтому профилактика, профилактика, еще раз профилактика – лучшее лечение. Ну, я надеюсь, сейчас зрители нас услышали. Я тоже надеюсь. И будут сдавать анализы, следить за своим здоровьем. Не рекомендую сдавать анализы. Рекомендую своевременно обращаться к специалисту для того, чтобы диагностировать и профилактировать заболевание. Вот так. Спасибо большое, Айгуль. Айгуль, напомню, у нас в студии была врач-терапевт-ревматолог Айгуль Газизова. Спасибо еще раз большое. Продолжаем выпуск. Теперь о событиях в мире. Официальные лица Израиля и Ицахал подтвердили информацию о ликвидации лидера Хамас Яхи Синвара. Бой произошел в одном из районов города Рафах на юге сектора Газа. Ицахал совершил удар по дому, после чего строение рухнуло. В результате удара были ликвидированы трое боевиков, в том числе лидер Хамаса. Таким образом, он был убит не в ходе запланированной операции спецназа, а в результате случайного столкновения с израильскими войсками. Один из убитых был очень похож на Синвара. ДНК ликвидированного отправили в Израиль на экспертизу, после чего информация подтвердилась. Военная операция в секторе Газа не закончилась. На ликвидации главы Хамаса она будет продолжена в полную силу до освобождения заложников, заявил премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. В видеообращении он сказал, что гибель Синвара является важной вехой на пути к закату режима Хамас. А для жителей Газа это стало возможностью избавиться от контроля группировки. Премьер подчеркнул, что произошедшее показывает, почему его правительство настаивало на продолжении войны против Хамаса и вторжение в Рафах, где скрывались руководители группировки. Хотя это не конец войны в Газе, это начало конца. У меня есть простое сообщение для жителей Газы. Эта война может закончиться завтра, если Хамас сложит оружие и вернет наших заложников. Группировка удерживает 101 заложника, которые являются гражданами 23 стран. Израиль намерен сделать все возможное, чтобы вернуть их всех домой и гарантирует безопасность всех тех, кто вернет наших заложников. Канцлер Германии Олаф Шульц и президент Франции Мануэль Макрон отреагировали на ликвидацию главы Хамас Яхи Синвара. На встречу лидеров стран Европейского союза в Брюсселе Шульц в очередной раз напомнил о бесчеловечных условиях, в которых содержатся израильские заложники в секторе Газа. И подчеркнул, что у Израиля есть право на самооборону. Политик заявил, что Синвар понес ответственность за свои действия. Макрон же назвал произошедшее поворотным моментом для завершения огня в секторе Газа. По его словам, мир должен воспользоваться этой возможностью, чтобы добиться освобождения всех заложников и положить конец войне. Этот день является как поворотным моментом, так и военным успехом для Израиля. Этот случай необходимо использовать, чтобы освободить всех заложников и окончательно остановить войну. Отныне должно быть принято решение о прекращении огня в Газе. И, наконец, должна быть открыта надежная политическая перспектива, как для израильтян, так и для палестинцев. Если мы посмотрим на число убитых и раненых из числа мирного населения, которые не являются членами Хамас, все поймут, почему мы вместе с США выступаем за прекращение огня и освобождение заложников. Это был бы лучший способ справиться с ситуацией. А вот палестинцы в секторе Газа уверены, что ликвидация эхи Синвара не приведет к прекращению огня, но отразится на жителях Анклава, пишет Рейтер. Они считают, что Хамас выберет нового лидера и сопротивление продолжится. Представители группировки пока не прокомментировали произошедшее. Я не уверен, что убийство Синвара повлияет на прекращение огня. Вот, в Ливане убили лидера Хезбалы, Хасана Насралу. Но война там продолжается. Думаю, только возвращение заложников будет достаточной причиной для прекращения огня. Кто-то выйдет после Синвара, и от них все будет зависеть. Сопротивление не исчезает, когда исчезают люди. Убийство лидера Хамас не приведет к капитуляции и поднятию белого флага. Израиль ликвидировал длинный список лидеров, но они продолжали сопротивляться. Это может повысить политическое влияние на Таньяху, но палестинцы продолжат до тех пор, пока не получат право на самоопределение. Палестинское руководство представляет палестинский народ, и это очень опасная ситуация и большая потеря. Это повлияет на дальнейшую судьбу людей. И вот стало известно, кто занял место ликвидированного лидера группировки. Им стал глава представительства палестинского движения «Хамас» за рубежом Махалет Машаль. Об этом со ссылкой на источники сообщил Ливанский новостной портал. Махалет Машаль пока взял на себя роль исполняющего обязанности руководителя движения. Теперь он отвечает за коммуникации с ключевыми сторонами, участвующими в переговорах по вопросам освобождения заложников. Смерть Синвара – мощный удар по «Хамас». За последний год он сумел сосредоточить в своих руках всю возможную власть, считают международные политологи. Фигурой какого масштаба он был для Ближнего Востока, и как могут развиваться события после его смерти, расскажут наши корреспонденты. Яхья Синвар был лидером «Хамас», известен как основатель военного крыла организации. Он родился в 1962 году в лагере беженцев в секторе Газа. Долгое время возглавлял управление внутренней безопасности «Хамас». Синвар был арестован Израилем в 1988 году за убийства и другие преступления. Он провел в тюрьме 22 года. Был освобожден в числе более чем тысячи палестинских заключенных, которых отменяли в 2011 году на одного израильского солдата Гелада Шалита. Синвара объявили новым политическим главой «Хамас» в августе после убийства Исмаила Хании. Он играл важную роль в координации операций против Израиля. Так, по данным спецслужб, именно Синвар организовал масштабное нападение «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого погибли 1200 человек. Около 250 были взяты в заложники и насильно перемещены в сектор Газа. Весь этот год израильские спецслужбы тщательно работали над установлением его точного местоположения. В том числе они проверяли подземные туннели «Хамас», где он мог скрываться. Западные источники называют Синвара более радикальным деятелем, чем предыдущие руководители «Хамас». Исчезновение Синвара как игрока в секторе Газа представляет собой самый серьезный стратегический удар по организации за последнее время. За последние сутки израильские военные ликвидировали 45 бойцов Хизбаллы на юге Ливана. Об этом сообщил Цахал. Среди жертв Хусейна Авада, командир группировки, который отвечал за ракетные обстрелы. Кроме того, военно-воздушные силы Израиля поразили около 150 наземных целей в Ливане. Склады оружия, ракетные пусковые установки и здания военного назначения. В длинной очереди выстроились у стоек регистрации в международном аэропорту в Бейруте. Люди спешат покинуть страну на фоне ухудшения ситуации, передает рейтер. Авиаперевозки сейчас осуществляет единственная ливанская национальная компания Middle East Airlines. Другие международные перевозчики приостановили полеты в Ливан после эскалации конфликта. Истребительские израильских ВВС нанесли удары по лагерю палестинских беженцев в окрестностях города Тирна, юге Ливана. Как сообщает канал Аль-Джадид, самолеты совершили несколько рейдов по наземным целям. Затем раздались сильные взрывы. По данным израильской армии, в лагере находятся офисы движения Хамас и проживают его сторонники. Ранее Цахал направил предупреждение жителям южных районов, уведомив их о предстоящем воздушном рейде. Военные также атаковали пригороды Тира. В одном из них полностью разрушен четырехэтажный дом. Сведений о жертвах и пострадавших пока нет. Ежедневно свыше трех тысяч жителей Ливана бегут в Сирию. Власти республики заявили, что границы открыты и они готовы помочь переселенцам. В каких районах Сирии преимущественно находятся беженцы, расскажет Райхан Сирикова. Конфликт между ливанским движением Хизбалла и Израилем вынуждает жителей Ливана бежать в другие страны. Одной из них является Сирия, в частности провинция Хомс. Здесь многие местные жители предоставляют свои дома в качестве убежища. Сирия открыла двери для тех, кто бежит из Ливана. С начала боевых действий к нам в регион приехало около 300 семей. Местные жители тепло их встретили и разместили в своих домах. По всей стране для ливанских переселенцев открыли временные приюты. По сути, это старые монастыри, переоборудованные в убежище. В одном из них могут проживать до 90 переселенцев. Там их обеспечивают продуктами питания. В основном это сахар, рис, масло, сухое детское молоко и другие предметы первой необходимости. У меня пятеро детей и муж погиб во время обстрелов. Когда началась атака, мы не знали, где можно спрятаться. Израильские военные разрушили все мечети, церкви и школы. Пришлось бежать сюда. С начала эскалации конфликта в Ливане Сирия приняла свыше 280 тысяч беженцев. Ожидается, что их число будет расти из-за продолжающейся агрессии Израиля. Ранее Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал международное сообщество выделить 324 миллиона долларов для помощи ливанским переселенцам и сирийским семьям, приютивших их. Заявление он сделал в ходе визита сирийско-ливанской границы, где осмотрел воронку, образовавшуюся в результате израильского авиаудара. Райхан Серикова, 24КЗ. Еще о событиях в мире. На саммите Евросоюза подтвердили остановку процесса вступления Грузии в ЕС. Лидеры Евросоюза в Брюсселе заявили, что действия правительства Грузии противоречат европейским ценностям, поэтому процесс вхождения страны в Союз де-факто остановлен. Отмечу, власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона о запрете ЛГБТ-пропаганды и о прозрачности иностранного влияния, более известных как закон об иноагентах. ЕС раскритиковал новые документы и потребовал от Тбилиси отменить их. И вновь о событиях в нашей стране. На востоке Казахстана в 11 селах нет централизованного водоснабжения, но даже там, где оно есть, происходят частые порывы. Чтобы решить проблему в Шаманайхинском районе, в этом году обновили трубы сразу в пяти населенных пунктах. А в каких селах построят новые водопроводы, расскажет Анелия Сембердина. В селе Рассыпном централизованный водопровод появился еще в 70-х годах прошлого века. Однако с тех пор трубы не меняли, поэтому порывы происходили регулярно, вспоминает местная жительница Марина Гопоненко. И даже если вода была, давления не хватало. Сейчас, после ремонта, наконец-то все сложности позади. Теперь отлично, вода бежит в дом, прямо с напором таким. И поливать можно теперь со шланга, а то была проблема эта. В Рассыпном поставили водонапорную башню, новые насосы. Теперь не отключают воду по ночам. Но из восьми крупных улиц ремонт провели лишь на четырех. Поэтому на школьной очередной порыв. Любовь Бесенина не может без воды закончить домашние дела. Стирку, уборку и ждет, когда и до них дойдет очередь по замене труб. В плохом состоянии, очень, в аварийном. Конечно, надо менять. Много порывов делаем и возле усадеб, и за усадьбами, где идут центральные трубы. Заявку на следующий год на 120 миллионов тенге в бюджет уже подали. Всего в Шаманайхинском районе за это лето обновили системы водоснабжения в пяти селах. Власти справились за счет текущего ремонта. Но есть такие населенные пункты, где без масштабных работ не обойтись, отмечает заместитель Акима района Бахаджан Молдаханов. К централизованному водоснабжению у нас еще не подключены есть села. Это вот село Большая речка, село Березовка. В следующем году, в 25-м году, мы планируем завершить строительство в этих двух селах водопроводы. И тогда в районе будет стопроцентное обеспечение централизованной питьевой водой. На востоке страны сегодня до сих пор централизованную воду ждут 7,5 тысяч человек. Но до конца года эта цифра должна уменьшиться почти вдвое. Сейчас в регионе реализуют 31 проект по водоснабжению. 14 из них завершат уже в декабре. Остальным придется подождать еще год. Анна Лисенбергина, Дмитрий Пыхтин, Восточно-Казахстанская область, 24 Кизет. 8 дам планируют восстановить до середины ноября в североказахстанской области. Они были повреждены во время весенних паводков. Укреплять защитные сооружения протяженностью 32 километра уже начали в Петропавловске и Казалжарском районе. На объектах задействовано больше сотни единиц спецтехники. Одновременно бригады строят открытую канализацию, чтобы защитить набережную в областном центре. На все виды работ потребовалось 5 миллиардов тенге. Деньги выделили спонсоры. Все работы ведутся согласно расчетам специалистов. На каждом объекте работают патриотчики из технодзор. Поставлена задача закончить все работы до 15 ноября. К этому часу у нас все. Больше новостей на нашем официальном сайте 24.kz. Всего доброго. Увидимся в 14.00. Субтитры создавал DimaTorzok